Всем привет! С вами Евгений и сегодня мы подготовим классный заливной пирог с тунцом. Для этого нам понадобится йогурт, греческий либо кефир, мука, сам тунец, 7 яиц, брокколи, уксус. Кстати, сделаем классный карамелизированный лук и хорошее настроение. Поехали! Для начала приготовим тесто. Выливаем сразу йогурт, 2 яйца, перемешиваем. Отправляем, конечно, в просеянную муку и разрыхлите. Можно перемешивать венчиком, вилочкой, миксером. Должно получиться вот такое густое тесто. Перемешали, добавили сразу сюда соли, свежемолотый перец. Берем лук, у нас он уже сразу начищен. Подскажу, что данный лук можно потом использовать на брускетке с паштетиком, с классно запеченным мясом. Вот так. Нарезаем соломочкой. Сковорода практически разогрелась. Возьмем немного чеснока, немножко маслица. Сюда же отправляем чеснок и лук. Аромат стоит бомбически. Возьмем немножко семьянчика. А пока он жарится, нарежем яйцо. Яйца можно заранее отварили. Нарежем крупным кубиком. Недритко помешиваем. Нарезаем. Сразу расскажу еще, что данный пирог, чем он очень классный. Его можно готовить практически с любой начинкой. Осталось со вчерашнего ужина рыба. Порезали ее, добавили. Захотели, обжарили курицу. Говядину. Захотели, приготовили с говяжьим фаршем баллоны. Поэтому вариантов для готовки у вас уйма. Продолжаем нарезать яйца. Немножко сахара. Нам надо, чтобы наш лучок закарамелизовался. Вся влага лишняя из него выйдет. Горечь, неприятный аромат. Останется только запах карамелизованного лука. С рыбой это будет бомбически. Отправляем уксус. Можете использовать бальзамические, либо просто винные. Также можно готовить рисом. Хорошенечко выпариваем. Можно давать еще немножко сахара. Самое главное, вот этим сразу не дышать. И займемся брокколи. Важно, чтобы брокколи осталось хрустящее внутри. Потому что у нас будет нежный, мягкий пирог. У него будут отварные яйца. Овощи все будут мягкие. Их самый будет вкус только брокколи. Лук у нас практически готов. Даем еще ему 2 минутки. И будем смазать. Берем всю нашу подготовленную начинку. Перекладываем в большую мисочку. Туда же отправляем яйца. И, конечно же, сам тунец. Перемешиваем. Добавляем прованские травы. Сюда же молотый перец. Немного соли. Добавляем майонез. И наш салат готов. Это шутка. Начинка у нас готова. Тесто как раз тоже согрелось. Немножко уже начало подниматься. Берем форму. Застелили пергаментом. Добавляем небольшое количество теста. Аккуратно разровняли. Далее выкладываем начинку. Выравниваем. Сверху отправляется наш лучок. Прекрасно. Повторю, что классно использовать в качестве закуски. Дополнение к хорошим закускам. И брускетам. Распределяем по всей поверхности. Массу мы сильно не солим. Потому что у нас достаточно соленого тунец. Поэтому уменьшаем количество соли. Сверху выкладываем оставшееся тесто. И разровняем. Выпускаем лишний воздух. И отправляем в духовку. 180 градусов. 40 минут. Ну что, достаем наш пирог. Прекрасно. Даем 10-15 минут ему подостыть. А за это время я расскажу вам пару хороших идей, как можно готовить данный пирог. Во-первых, осталось немного курицы. Все это порубили. Добавили зеленого лучка, яйца. Перемешали. Отличная начинка для данного пирога готова. Скумбрия копченая тоже сюда идеально подойдет. Можно много-много-много различных вариантов. Но сегодня у нас с тунцом. Разрежаем еще горячий пирожок. Смотрим, что у нас получилось. Прекрасный кусочек. Много тунца. Оп. Я думаю, одного кусочка будет мало. Поэтому отрежем еще один. Идеальненько. Угощаемся. Повторяем. Готовим. Наслаждаемся. Продолжение следует.